Компьютер и мобильный телефон Однако такие электронные приборы, как монитор или мобильный телефон, могут влиять и в скрытой форме. Излучение, которое исходит от работающего телевизора, мобильного телефона или монитора, почти никогда не достигает такой интенсивности, чтобы возникли ощутимые изменения в организме. Но всё-таки учёные считают, что негативные последствия воздействия даже слабых магнетических полей накапливаются, и поэтому их замечают только тогда, когда уже ничего нельзя изменить. Статистические данные подтверждают, что люди, которые весь день работают за компьютером, в 10-15 раз чаще подвергаются онкологическим заболеваниям по сравнению с другим. Евросоюз, Еврокомиссия и Всемирная организация здоровья признали, что при разговоре по мобильному телефону ткани головного мозга человека подвергаются как термическому воздействию, так и получают дозу патогенного излучения. Восстановление биологического баланса Восстановление биологического баланса И начинает свою работу по нормализации возмущённого электромагнитного поля. После 30 минут работы поле изменяется, и интенсивность электромагнитного излучения возвращается к естественному уровню. Чтобы выяснить, действительно ли нормализуются функции организма человека в результате использования нейтроника, были выбраны особые методы по диагностике фола и акапунктуре уха, которые являются эффективными и быстро исполняемыми методами. Сегодня при испытаниях нейтроника, проводимых в Горсес, зафиксировано снижение показателей вредных излучений от монитора компьютера. Применение защитного устройства нейтроник снижает вредное воздействие излучателей. Так выглядит режим восстановления организма при ежедневной 6-часовой работе на персональном компьютере с установленным нейтроником. При разговоре по сотовому телефону с установленным нейтроником в течение 1 часа в сутки восстановление организма происходит за 2-3 часа без остаточных явлений.